Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о новаторстве в изготовлении классической гитары. Тема эта достаточно часто служит объектом дискуссии в профессиональных кругах. Она популярна, она достаточно важна. Важна она по следующей причине. Музыкант, исполнитель, инструменталист, в отличие от певца или актера, не имеет возможности общаться со зрителем, со слушателем напрямую. У него есть посредник. В нашем случае это гитара. И от качеств, от характеристик этого посредника зависит очень многое из того, что он сможет или не сможет сказать слушателю. Умение выбрать качественный инструмент, умение понять, какой инструмент тебе нужен и, в принципе, разбираться в том, какие они бывают – один из очень важных аспектов профессионализма музыканта-исполнителя. Когда заговариваешь на эту тему, иногда люди возражают, что вот пианисты, они там идут в любой зал совершенно и играют на том рояле, который есть. Говоря так, люди забывают, что тот рояль, который находится в хороших таких, скажем, фешенебельных концертных залах, он очень сильно стандартизирован. Там одинаковые абсолютно размеры клавиш. Там есть возможность отрегулировать степень сопротивления клавиш и нажиму. По-моему, если мне не изменяет память, это называется друг. Кэ. Друг. И это регулируют таким образом, кладут гирьку на клавишу и измеряют то отклонение, насколько она углубляется. Ну, то есть, таким образом, пианист, когда он имеет дело с качественной концертной организацией, он там получает рояль в достаточной степени подготовленный и стандартизированный. И что здесь, что там, что эдак, он, рояль берет, обладающий определенными качествами. О гитаре того же самого мы не можем сказать. Гитары могут быть очень разными. Поэтому эта тема достаточно актуальна для гитаристов. Когда речь заходит о новаторстве, обычно люди сразу... Ну, нас так приучили за последние столетия, как минимум, может даже больше, что новаторство всегда мы оцениваем со знаком плюс. Совершенно не делая каких-то скидок на то, что новаторство в искусстве, инноваторство в технике и вообще, это далеко не одно и то же. Ну, скажем, пример можно привести масляную живопись. Если, допустим, сравнивать какие-то полотна эпохи Возрождения и современных художников, то вряд ли кто-то рискнет современных художников поставить выше только потому, что у них сегодня есть какие-то техники, методики, которых не было тогда. То же самое с композиторами. Бах есть бах, хотя это было достаточно давно, техника шагнула, многое что развилось, но баховская музыка, она вне времени. Поэтому в искусстве такие понятия, как новаторство, они немножко иные. Они тоже существуют, но относиться к ним нужно несколько иначе. Ну, кто-то мне, конечно, может возразить, что музыкальный инструмент – это, в принципе, в основе своей техническое устройство, и все категории, касающиеся новаторства, могут применимы быть и к нему. Ну, отчасти это правда, но только отчасти. Ну, допустим, возьмем такой музыкальный инструмент, как скрипка. Все мы помним, что она сформировалась 300-400 лет назад, эти знаменитые итальянские школы. Ну, все помнят Страдивари, конечно, но их там было несколько десятков крупных мастеров. И современные скрипачи, выдающиеся, они, как правило, для концертов значимых и для значимых записей используют именно те скрипки, сделанные тогда. Хотя они, конечно, уже сильно претерпели много потерь за эти столетия и вряд ли обладают всеми качествами нового инструмента. Ну, есть и другие моменты. Например, рояль. Рояль, конечно, он долго не живет, в принципе. В принципе, те рояли, которые мы видим в концертных залах, они, как правило, ну, их возраст вряд ли превышает 20-30 лет. Это связано с тем, что там очень много струн, огромные струны металлические, натяжение их достаточно большое, огромное напряжение на конструкцию, и она достаточно быстро, за несколько десятилетий устает от этого напряжения. Но есть один момент. Сама идея, сама конструкция, принципиальная схема рояля современного, она сложилась уже в конце 19 века. Там была какая-то эволюция, были новаторства, но вот в конце 19 века это был уже сформированный концертный рояль. И те рояли, которые делают сегодня, топовые фирмы, они схематично, принципиально именно такие. Там могут использоваться современные методики изготовления этого рояля. Могут использоваться какие-то современные материалы, скажем, там вместо кости, кости какой-то, где раньше использовались, сейчас пластмасса, еще что-то такое. Но принципиальная схема рояля, она осталась прежней, с конца 19 века, то есть это уже больше ста лет. Поэтому мы, когда будем в дальнейшем обсуждать новаторство, мы всегда будем делать поправку на то, что в искусстве у нас мы мыслим немного другими категориями. Вот. Теперь, для того, чтобы понять все-таки, что же такое новаторство, что считать, надо сделать еще одно разграничение. Новаторство и новшество. Одно это тоже или нет? Ну, допустим, вот мы имеем гитару, и как часто бывает, кто-то сказал, а давайте приклеим какую-нибудь там рейку, планку вот здесь. Ну, допустим, давайте, приклеили. Никто до этого туда ее не клеил. Вроде бы новшество такое. Но является ли это новаторством? Ну, пожалуй, нет. Потому что для того, чтобы мы признали это в качестве новаторства, вот эта гитара с новой деталью, она должна иметь какие-то характеристики, которые не имела гитара без нее. То есть это должно быть в профессиональном плане шаг вперед, а не только вот в таком феноменологическом, скажем так. Так, вот. Итак, а что же, спросит меня слушатель, является шагом вперед в профессиональном плане? Это те возможности, которые инструмент предоставляет музыканту. Тут мы всегда должны отталкиваться от нотного текста. Вот у гитариста, у исполнителя появляется, неважно, лист бумаги, допустим, или там в электронном виде. Это сейчас не имеет никакого значения. Но появляется нотный текст. Он его смотрит, и у него тут же возникают какие-то идеи, как это должно прозвучать. После чего он берет инструмент и начинает пытаться воплотить вот эти свои идеи относительно этого текста в реальную звуковую картину. И то, насколько инструмент ему будет помогать в этом, это плюс. А то, насколько он его ограничивает и мешает, это минус. И если в результате какой-то новой конструктивной детали инструмент предоставляет большие возможности, то это, безусловно, уже можно считать новаторством. Тут же, конечно, возникает вопрос. А какие именно качества инструмента можно считать плюсами? Какие вот конкретно? Я назову несколько из них, чтобы было понятно. Ну, например, допустим, читаемость звука. Понятно, что вот у нас есть инструмент, он нам может по каким-то субъективным моментам, его звучание может нам нравиться. Но, допустим, у него ноты плохо читаются. И тут же у нас возникает проблема в быстрых темпах, гармония там, какой-то композиторский замысел нарушается. Мы не можем его уже подать в полноценном виде из-за этого. Понятно, это минус, вот это качество, но к нему надо быть очень внимательным. Ну, следующее, о чём можно сказать, крайне важная характеристика – это громкостная динамика. Обычно все гитаристы любят поговорить о громкости. Для них это очень больная тема – громкость инструмента. Но дело в том, что громкость сама по себе – это не музыкальное качество. Например, трактор, он очень громкий, однако музыкальным инструментом он не является. А музыкальным качеством является возможность получать оттенки этой громкости и свободно их контролировать и пользоваться ими. Вот если музыкальный инструмент это позволяет, там от самого пианисима, но при этом чётко слышного, внятного, качественного, и потихонечку подниматься, там чуть громче, чуть громче, чуть громче, чуть громче. Вот чем больше этих градаций инструмент позволяет, тем выше его качество, тем круче инструмент и тем больше возможностей он предоставляет музыканту, естественно. Также в этом ряду стоит сказать о тембровой палитре или тембровой динамике, как можно и так сказать. Дело в том, что часто об этом мы вспоминаем, что гитара – инструмент сравнительно с другими академическими не очень громкий. Но у неё есть одно большое преимущество, благодаря тому, что обе наши руки имеют доступ к струне, мы можем абсолютно свободно контролировать тембр инструмента. И вот эти вот градации тембра, вот эти краски, они художественно могут в значительной мере дополнять и заменять какие-то громкостные градации. В некоторых случаях экспрессия, звучание, какой-то звуковой объём может заменять громкость, которой там, допустим, исполнителю не всегда хватает. Ну, естественно, при наличии всех этих качеств очень важную роль имеет качество и удобство управления гитарой. Потому что принципиально всё это может быть в гитаре, заключено, но, допустим, этим очень сложно пользоваться. Требуются какие-то там очень точные движения, слишком осторожные, что, безусловно, отсекает сразу часть исполнителей, затрудняя им пользоваться этим инструментом. Ещё один момент, в который мы всегда упираемся, говоря о новаторстве, это сама идея её воплощения. Ну, дело в том, что, допустим, в технике, если кто-то придумал там новую деталь, да, нарисовал очень точную схему этой детали, и как бы её... понятно, как её делать, эту деталь. И там есть рабочие, которые очень точно могут её воспроизвести, то всё, мы эту деталь воспроизводим, и, собственно, никаких проблем. В гитаре это не совсем так, потому что мы можем иметь чертёж, но поскольку мы всегда имеем дело с деревом, которое оно живое, оно не одинаковое, всё. Потом чертёж, ну, сама по себе гитара очень сложная конструкция, там много мелких деталей, которые в чертёж, в принципе, их не впишешь. Вот, поэтому всегда есть сама идея и качество её воплощения. Ну, вот как пример, да, допустим, мы все видим, что вот, например, делают, ну, вот, а-ля Торрес, там, семипружинный веер люди. Один мастер делает другой, и гитары звучат совершенно по-разному. Да даже у одного и того же мастера, скажем, если взять, вот, сегодня он сделал, и там, через пять лет могут очень сильно отличаться инструменты, сделанные, в принципе, по одной и той же схеме. Поэтому вот этот фактор тоже, кстати, нужно учитывать. Вот. И когда мы будем говорить о новаторстве, это тоже нужно всегда держать в голове. О любом явлении можно всегда удобнее говорить в его каких-то конкретных проявлениях. Поэтому мы сейчас на примере одного из самых крупных новаторов классической гитары, на примере Антонио де Торреса. Ну, первое, что он внёс в конструкцию гитары, он фактически сделал другую форму, другой объём корпуса. Почему важна форма, кстати говоря? Сейчас объясню. Ну, вот, мы все можем себе представить, как делится струна во время вибрации. Часто видим вот эти вот, можно посмотреть на эти схемы, там делится посередине, это октава, делится на три части, на четыре и так далее. И там очень много делений может быть. И когда мы эту струну, когда мы берём ноту, то там огромное количество, на самом деле, интервалов в ней, в каждой ноте. Вот. Но дело в том, что саму по себе струну, даже мы сами, не то что наши слушатели, мы её не слышим. Потому что площадь струны очень небольшая. А слышим мы то, как корпус эти резонансы струны усиливает и воспроизводит. Поэтому форма, меняем форму корпуса, ну вот как, допустим, там, балалайка, домбра, лютня. Все они немножко разные и все немножко по-разному звучат. Некоторые даже не немножко. Собственно, вот эта работа с формой инструмента, это работа с его звучанием. Следующий момент, который ввёл Антонио де Торрес, это веерные пружины знаменитые. Ну, веерные пружины, как таковые, были до него, но там были осторожные такие попытки. Две, три пружины там, как правило. А он ввёл канон, разработал это, что именно семь пружин на большинстве его инструментов. Вообще, в чём, скажем так, суть этого веерного, в чём и основная идея вот этой веерной конструкции. Тут нужно сказать о том, что дека гитары, материал, из которой делают деку гитары, он неоднороден по упругости. В продольном направлении он очень жёсткий, а в поперечном гораздо подвижнее. Вот сейчас на примере конкретной деки покажу. Вот тут такие полосы, это волокна. Вот они основные, основная, так сказать, силовой элемент деки. И вот, если мы, допустим, в продольном направлении её будем как-то пытаться деформировать, она очень жёсткая. А если в поперечном, вот видно, что она совершенно такая, довольно-таки подвижная, и подвижность её высока. Это даёт очень большие преимущества, на самом деле, потому что у нас основная нагрузка идёт в продольном направлении. Струны тянут, потом игровые нагрузки мы давим именно на струны, и в продольном направлении должна быть дека очень жёсткая, чтобы... Ну вот мы поставили на новую гитару струны, допустим, и она живёт несколько десятков лет, как минимум, иногда даже больше. И всё это время на неё постоянное давление, и человек на ней играет ещё плюс к этому. И если там какая-нибудь слабина, то мы, естественно, ну, деформируют её, и всё. Поэтому в продольном направлении она должна быть очень жёсткая. Но при этом мы должны помнить, что дека должна быть подвижной. И это парадокс такой. С одной стороны жёсткой, с другой стороны подвижной. Но вот она подвижная в поперечном направлении. И веерные пружины, которые расположены вот так, они позволяют усилить жёсткость в продольном направлении, где основная нагрузка. И при этом никак не закрепощают вот эту поперечную жёсткость, позволяя деке быть достаточно подвижной. Вот это, казалось бы, простая совершенно идея, но она гениальная в своей простоте. Она позволяет деке принимать самые-самые разные формы, следуя за струной. То есть мы так дёрнули, сяк дёрнули, розэдок, и дека всему этому следует. Но если она хорошо сделана. И вот та знаменитая такая яркая, харизматичное звучание классической гитары, это как раз веерные пружины. Это как раз вот эта вот идея базовая, которую разработал Антонио де Торрес. И тут... Ну, кстати, вопрос возникает иногда у некоторых. А почему именно 7 пружин? Это интересно. Дело в том, что основной у нас... Основная, так сказать, площадка вибрационная, это то, что со струнами контактирует через подставку вот здесь. Это вот это нижний овал верхней деки. И, естественно, точно так же, как струна, делясь на части, каждое деление поднимает, ну вот пополам, если его разделить, это будет уже октава от основного тона. И так далее, тому подобное. И практика просто показывает, что когда мы делаем больше 7 пружин, то эти деления уже уходят на пределы или за пределами слышимости человека. И вот 7 – это оптимальное число. Если меньше, то предпосылок для деления будет... Меньшее количество разнообразия делений предпосылки дается. Это часто, достаточно часто используется, когда нужен более простой, такой четкий звук. Вот. И на самом деле о веерных конструкциях можно очень много говорить, но вот основная идея, она проста, она вот такая. Вот. Ну, а это привело к огромным изменениям. Что изменилось в звучании торрес-гитары? Если мы обратим внимание на... Ну, многие, наверное, сейчас есть эта возможность, слышали какие-то доторресовские гитары, гитары, торресовские гитары, там, хотя бы в записи, возникла новая эстетика звука, более насыщенного, более экспрессивного и более разнообразного, более пластичного. Естественно, это сразу же заинтересовало и исполнителей, и композиторов там. И сразу же, кстати говоря, изменились и требования к исполнительству. Это как раз эпоха, конец 19, вторая половина 19 века, и мы хорошо можем на каких-то иконографиях, ну, на изображениях оставшихся от того времени, видеть, что когда еще гитара доторресовская, романтическая, ее, как правило, называют, вот, там люди сидят очень разнообразно за инструментом, а когда появляется торресовская гитара, возникает вот эта вот классическая такая, испанская, как ее, или классическая, ее по-разному называют, посадка и постановка. Почему это? А по той простой причине, что тут мы имеем дело с гитарой, которая при каких-то сравнительно небольших изменениях в туше, касании, да, она довольно сильно способна менять характер звучания, громкость звучания, и требуется большая свобода за инструментом, какие-то большие такие, требования большей точности, прежде всего, касанию. Вот. А большая точность, она всегда связана со свободой, потому что, ну, и вы даже в жизни можете обратить внимание, когда мышцы у нас свободны, расслаблены, мы гораздо более точнее действуем руками, да, чем если у нас там по каким-то причинам закрепощены. Ну, обращали внимание, когда человек тяжелое, допустим, что-то несет, какие у него неуклюжие такие движения, потому что мышцы не могут работать достаточно точно уже при перегрузках. И вот этот принцип стал требовать каких-то поисков в посадке и постановке за инструментом. И это буквально была революция в технологии игры на гитаре и технике использования каких-то красок, каких-то там тембродинамических возможностей инструмента. Ну, у лучших исполнителей вот этого плана мы часто смотрим, там буквально танец рук такой вот очень точный, очень пластичный, очень такой. И, кстати говоря, как всегда бывает, сначала появляется какой-то человек, который придумал что-то, а потом появляется плеяда людей, которые разрабатывают эти идеи. Тут то же самое, ничего, никакого исключения не было. В 20 веке уже появились Сантос Эрнандес, Герман Хаузер, Рамирес и семья целая. И они идеи Торреса довели до просто какого-то логического завершения. И, кстати говоря, это обычно называется золотым периодом в изготовлении классической гитары. Первая половина 20 века. Естественно, эти мастера, они шли вот по той же самой дороге. То есть усиливали яркость инструмента, усиливали вот эти возможности деки делиться на очень мелкие части. Ну, там много нюансов, при этом, в которых можно зарыться в каждом случае, долго рассказывать. Там самое удобное, что легко объяснимо, это вот Сантос Эрнандес. Он вот у Торреса пружины вот примерно так стояли. Ну, вот центральная, естественно, так. И вот любую схему, если посмотреть, это можно увидеть. А Сантос Эрнандес развернул их параллельно. Что, естественно, когда пружина такая, она отчасти еще сохраняет поперечную, скрепляет часть поперечную упругость частично. Когда она стоит параллельно, она уже делит деку намного более интенсивно. И получается при прочих равных гораздо более яркий такой звук. Вот. И, ну, весь все начало 20 века шло вокруг вот этих идей. Там по нескольким они шли. Не обязательно вот с разворотом пружин это было связано. Но увеличить способность деки делиться на мелкие, активно делиться на мелкие части. И за счет этого мы получаем гораздо более экспрессивный такой насыщенный, агрессивный даже звук. который в значительной мере компенсирует недостаток громкости инструмента. Потому что громкость бывает субъективной и бывает объективной. Мы, например, допустим, если тембр звука, ну, это что у диктора, что у актера там какого-то, что в звучании музыкального инструмента, это так. Если тембр, например, такой, он мягкий достаточно, скажем, такой бархатистый, он по сути всегда субъективно кажется тише, чем более яркий и более такой агрессивный звук, насыщенный. И тут, кстати, обычно многие гитарные люди-гитары, они часто такую аналогию делают с роялем, пытаясь там, вот, рояльный звук. Но дело в том, что по большей части рояль в 20 веке, он достаточно так смягченно звучит, он так обезличенно смягченно звучит. Вот, там это компенсируется объемом, это громадная махина, там, ну, сколько гитар может на деке рояля разместиться. И у рояля такой характер звучания не выглядит дохлым и слабым. Если вот все то же самое перевести на гитару, то она с ее вот объемами и размерами будет очень дохло выглядеть и слушаться. Поэтому вот такие аналогии, они абсолютно некорректны. Итак, мы с вами рассмотрели какие-то преимущества веерной конструкции, которые она дает. Вот. Но, как мы знаем из жизни, любое преимущество всегда оборачивается какими-то минусами и потерями. Ну, о сложностях исполнительских, которые возникли с появлением этих моделей, мы уже сказали. А теперь надо заотметить сложности в изготовлении. А именно, дело в том, что древесина, причем не только елки, любая древесина, она так устроена, что ее свойства в поперечном направлении, они не всегда однородны. Даже скорее, если они однородны, то это большое исключение. Ну, если мы посмотрим любую деку, ну, сейчас в интернете много фотографий, мы видим вот эти вот полосы, которые волокна у нас. Вот. И если мы на них посмотрим, мы можем увидеть, что они все чуть-чуть отличаются друг от друга и расстояние между ними. Бывает между волокнами одно расстояние, потом чуть-чуть увеличивается или уменьшается. И это все создает некоторые сложности, потому что упругость разная этих участков. И поперечная вот эта вот упругость, она немножко не одинаковая. И в этом смысле у нас возникает, у мастера, у мастера возникает сложность сделать так, чтобы дека работала равномерно всеми своими частями. Вот. Дело в том, что доторосовская эпоха, особенно барочные гитары этим характерные, вы, наверное, видели там поперечных пружин очень много на деках. Вот. Вот эти поперечные пружины, они как раз и выравнивают эту упругость, о которой я говорю. Дело в том, что если мы внимательно посмотрим на некое большое количество, относительно большое количество статистическое дек, то мы можем увидеть, что в продольном направлении деки всегда, ну, древесина всегда гораздо более равномерна, чем в поперечном направлении. И вот мы, мастера, часто используем это свойство древесины. Ну, вот, допустим, вот она в продольном направлении, она очень ровная. И вот такая вот полоска в виде скрепления, крепления какого-либо, она приклеивается там поперек деки и значительно выравнивает ее упругость. Но дело в том, что в классической вот этой верной конструкции мы лишены такой возможности. И все эти выравнивания делаются другими методиками, гораздо более сложными. Ну, там частичное убирание дерева в каких-то определенных участках деки. И все, когда вот эти пружины потом склеиваешь, их надо все четко сбалансировать. Это очень, ну, это сложная работа. На самом деле это совсем не очевидно, когда ты не находишься внутри этого. Но когда ты сам это все делаешь, ты понимаешь, что веерная конструкция, она в исполнении одна из самых сложных, если не самая сложная гитарная конструкция. Да, дело в том, что есть там какие-то модели, где гораздо больше столярной работы. Именно такой рутинной столярной работы. А вот настроечный такой, балансировочный, где надо очень хорошо слышать, где надо работать с какими-то тонкими очень вещами, веерной конструкции, и этого очень много. И это реально требует времени, усилий, квалификации. И мастера всегда пытаются как-то себе это облегчить, пытались. Но если мы вспомним Буше, мастер был такой в середине 20-го там века. Фредерик, то есть там люди ставили какое-то вот крепление поперек верхней деки, пытались вот эту упругость таким образом выровнять, при этом сохраняя какую-то там подвижность на мелких делениях. Ну, это такой компромисс, в принципе, имеет право на существование. Но, как и любой компромисс, это не более чем компромисс. Потому что если сравнивать этих мастеров Фредерика, там и Буше с их современниками, бескомпромиссными современниками вроде Хаузера, Эрнандеса, Рамиреса там третьего, то они сильно, их гитары сильно проигрывают именно в экспрессии, в насыщенности вот этой звучания, как бы. И вот эта вот проблема, она по сути приводит к тому, что, строго говоря, на 100% своих возможностей в веерных конструкциях звучат только в руках каких-то выдающихся мастеров. Потому что, если всё это где-то чего-то, какие-то ошибки, которые накапливаются во время изготовления и конструирования, они приводят к тому, что там какие-то участки деки вибрируют с меньшей амплитудой, и, соответственно, теряется коэффициент полезного действия. Гитара уже звучит не полновесно, как она должна быть, а с какими-то значительными потерями в объёме. Это, естественно, проблема была, ну, она и сейчас остаётся. И мастера искали какой-то выход из этого. И первый серьёзный шаг на эту тему был, ну, просто я считаю его гениальным. Это Грег Смоллман, который открыл фактически новую эпоху. Он начал делать решётки знаменитые. Эти решётки, там много пружин, вот, поставленных, к примеру, вот под таким углом, крест-накрест. Первый момент, то, что мы видим, это не поперечная пружина, но и не продольная. Это некий такой компромисс, то есть, они скрепляют, очень сильно скрепляют продольную, поперечную упругость, выравнивают её, потому что, во-первых, их много. Ну, сравним там, вот, на классике веерной, 7 этих и 2 дополнительных, это всего 9, да? А у Грега Смоллмана 9 в одну сторону и 9 в другую. То есть, их в два раза больше уже. Сама по себе дека у него гораздо тонкая, более тонкая. И это приводит к тому, что пружины, они выравнивают вот эту поперечную упругость, о которой я говорю. То есть, она более равномерно начинает работать. Отсюда вот эти изменения в звуке, которые мы слышим. Но, с другой стороны, большой минус. То есть, вот этой свободы колебаться там на мелких каких-то делениях, как угодно, её уже нет. Потому что, во-первых, мы скрепили поперечную упругость. А второй момент – пружин очень много. Соответственно, дека очень тонкая. И основную часть жёсткости деки составляют вот эти многочисленные пружины. Соответственно, степень свободы колебания деки значительно сужается. То есть, она сужается до тех возможностей, которые предоставляют ей вот эти вот пружины. Ну, пружины, не назовешь, которые предоставляет ей систему вот этой решётки. Вот. Кстати, немножко возвращаясь к веерной конструкции. Если кто-то когда-то или фотографии, или вживую, может, кому-то повезло, видел вот гитары выдающихся вот этих вот классиков внутри веерных, то обращали на это внимание на одну деталь. Там все эти пружины, они, как правило, только в центре имеют полную высоту. А дальше они сильно обнижаются, и они по сравнению с самой декой, они довольно хлипкие. Ну, дальше всех пошёл в этом смысле Герман Хаузер, старший. У него там сама дека до 3 мм местами доходит. Она достаточно жёсткая и такая крепкая. А пружинки очень хлипкие, очень такие подвижные. Это приводит к тому, что они просто немножко как бы поддерживают форму деки. Но сама дека при этом может колебаться, как она хочет, как хочет, как ей указывает струна, да, скажем так. И пружины не являются таким жёстким диктатором. Вот начиная с гитары с молнина, всё уже не так. Там пружины, они достаточно жёсткие относительно тонкой деки, и они являются очень чётким таким диктатором, который задаёт деке определённую форму колебаний. В результате чего мы сразу же слышим, что звук стал определённым образом меняться. Он стал более обезличенным таким, более синтезаторным. Но благодаря вот этому новшеству, вот этому новаторству, Грегу Смолману удалось добиться очень большого увеличения громкости инструмента. И у него, естественно, огромное количество последователей возникло, которые, честно говоря, я к ним пока что отношусь достаточно скептически. Ну, кто-то может моих взглядов не разделять, Но мой скепсис вызван следующим. Дело в том, что любая гитара, у неё должны быть определённые, чётко обозначенные характеристики. Прежде всего, точность звука, читаемость. Но точность звука – это прежде всего даже. И вот то, что мне довелось слышать там подражатели Грега Смолмана, даже австралийские, там какие-то его земляки к нам много, на самом деле, привозят этих инструментов. Их можно увидеть в самых разных производителей, европейских там. Вот. Им не удаётся повторить вот ту чеканную точность звучания Грега Смолмана. Они, как правило, звук немножко расплывается, ноты не всегда точны бывают, не во всех регистрах. Вот. Но эта схема, она появилась недавно, с ней ещё работают. Будем смотреть, как будет развиваться дальше. Вот. Наряду с этим возникло так называемые двойные деки. Это конструкция. Ну, две очень тонкие пластинки. Между ними склеиваются такие, похожие на пчелиные соты. Как бы конструкция сделана, как правило, из какого-то синтетического композитного материала. Принцип, в общем, тот же самый. То есть, эта самая конструкция, она выравнивает абсолютно всю упругость. Всё это дело выравнивает. И снимает с мастера вообще задачу там, что-то самому пытаться вот эту пластину как-то сбалансировать, чтобы её частоты были как-то. Вот. Но при этом, опять же, она очень жёстко фиксирует продольную упругость, уменьшая активность деки на мелких делениях. Ну и, соответственно, да, мы тоже имеем вот этот вот очень ограниченный в темброво, лишённый пластичности звук. Иногда они бывают довольно громкие, но тембровой пластичности там не очень много, как правило, бывает. Для того, чтобы понять дальнейшее, нам надо немножко отвлечься на то, что происходило в гитарной культуре вообще. Фигура Андроса Сеговия, который сделал гитару популярной по историческим меркам в один миг буквально. Ну, потому что за несколько десятилетий это... То есть, все, кто понимает, как развивается исполнительская школа, должны себе представлять, что это, как правило, столетие наработки, навыка, обучение людей, чему бы то ни было, наработка там репертуара, приучение людей к этому репертуару и так далее. Ну, на скрипичную можно школу посмотреть, на фортепиано. Поэтому Сеговия, который как метеор проехал по разным странам, сделал гитару мегапопулярным инструментом, он, с одной стороны, создал такой феномен, как классическая гитара современная. С другой стороны, там возникла очень сложная ситуация. Потому что, ну, даже вот на примере нашей страны можно это проследить. Приехал там, я не помню сейчас сколько раз, он три или четыре раза в Советский Союз приезжал, произвел колоссальное впечатление. Там огромное количество значимых людей того времени отдало ему должное. Там Станиславский на своих лекциях студентам предлагал учиться пользоваться динамикой у гитары в руках Андреса Сеговия. Они там, это вот даже до такого доходило. Но дело в том, что человек приехал и уехал. Тем более, что в то время не было возможности вот эти видеозаписи делать и рассматривать так. И после его отъезда школа, условно говоря, школа, ну, те люди, которые были впечатлены им, и возникло какое-то количество последователей, она начала развиваться уже как-то самостоятельно. Запомнить слишком много было невозможно, ухватить все тоже, понятно. Поэтому школа развивалась как-то обособленно и как-то специфично весьма. Самая главная специфичность была связана с постановкой рук, со звукоизвлечением, потому что эти вещи очень сложны. Они для полноценной передачи требуют, ну, несколько лет контакта с носителем вот этих способностей, способности извлечь из гитары полноценное звучание, все эти градации пользоваться. Ну, плюс, естественно, не везде была возможность качественными инструментами пользоваться. Но причем, как правило, пеняют на Советский Союз, это действительно там закрытые границы, это особенно ярко проявилось в Советском Союзе, но это можно про любую страну и про любую национальную гитарную школу, так сказать, кроме испанской. Потому что все-таки вот этот проезд, эти вот краткосрочные интервью там и какие-то концерты, они не были достаточными для того, чтобы в полной мере перенять всю массу навыков и знаний, необходимых для игры на гитаре. А дальше возникли какие-то вторичные школы, которые набирали инерцию, они там через пару десятилетий уже становились самостоятельными, и люди уже привыкли делать так. Оно может быть не оптимально с точки зрения, там, качества звучания, еще с каких-то, но уже вот все, сложилась новая традиция. И дело в том, что чуть раньше я вам сказал, что новый тип гитары, он требовал более точного, более качественного звукоизвлечения, а тут мы имеем в виду так с мейнстримным, таким, скажем, среднекачественным и средним звукоизвлечением, плюс в большинстве случаев средние гитары. Вот. Но поскольку эти люди всегда пересекались там, ну, в своем узком кругу можно какое угодно звучание назвать хорошим и принять это, но они же все пересекались с нормальными музыкантами тоже, и всегда шло такое, что как-то не так у нас все это происходит. И начали искать какой-то выход. И тут внимательный и вдумчивый слушатель, наверное, заметил, когда я говорил про выравнивание поперечной упругости конструктивными методами вот этими приклеиванием определенным образом вот этих креплений, что это отчасти полшага назад к доторосовскому периоду. По сути, это немножко, да, туда отход. Благодаря этому мы сужаем пластичность тембровую, но это означает то, что данный тип гитары, он не так требователен к качеству звукоизлечения, как гитары постторосовского периода. Вот. И, соответственно, многие за это ухватились. Это понятно, потому что работа над звукоизлечением, она сложна. Работа с тембром, с красками – это вообще работа, скорее даже, и эстетическая. И вот возникло два таких направления отдельных в классической гитаре. Вот эти люди, которые играют на современных, как их сейчас называют, вот этих двойные деки, решетки, и люди, которые играют на гитарах веерных. Восходящих в торсу. Ну, как правило, если взять там какую-то конкурсно-фестивальную пирамиду, там гораздо больше сейчас уже современных гитар представлено. И многим даже кажется, что они победили. На самом деле тут вещь не так однозначная. Дело в том, что если мы возьмем не вот этот срез такой мейнстримно-массовый, а возьмем, например, ну, спросим себя, а что такое гитара? Еще раз себя спросим уже, в который раз. И скажем, это инструмент воспроизводству музыкальных произведений. И если мы сейчас начнем рассматривать с точки зрения каких-то топовых интерпретаций, то мы с удивлением заметим, что значительная часть вот этого топа, как бы, они пользуются веером. Ну, то есть, тут вот гораздо больше веерных конструкций, чем, ну, пожалуй, такой вот из высшего эшелона музыкантов, которые пользуются современной гитарой, это Джон Вильямс со своим Грэгом Смоллманом. Вот. Это действительно гениальный тандем такой. Вот. А если брать, ну, там Сеговия, понятно, но даже Антигона Гони вроде такая современная гитаристка, довольно-таки молодая еще, но ее лучшие записи, те диски, на которых выдающееся там исполнение Брауэра, ну, ряд выдающихся исполнений, которые там с 90-х и чуть позже они выходили, эти диски, и мы их периодически переслушаем, многие равняются, потому что это действительно веха, ну, там на обычной гитаре веерной пост-торосовского периода записано, и таких случаев, ну, таких примеров достаточно много, и тут все не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Вот. стоит также сказать о некоторых идеях псевдо-новаторства, достаточно часто у нас существуют и фигурируют. Я бы даже в этом ряду сказал, что существует в современном мире вообще не только в музыке или в гитаре, существует такое явление, как фрик и фричество. Что это такое? Ну, скажем, какому-то гитаристу, музыканту хочется выделиться, хочется сделать что-то значимое, чтобы на него обратили внимание. Это нормальное человеческое желание. Ну, допустим, он возьмет цикл каприч из Де Гоя Тедеско. Это сложная во многих отношениях вещь, задача. И, допустим, он сыграет их настолько круто, что это будет неким этапом, знаком, да, таким. Но, во-первых, для того, чтобы понять, что это этап и знак, слушатель тоже должен обладать определенной культурой. Во-вторых, сама по себе взятая планка в виде этой задачи, она очень сложна. То есть, это несколько лет, может даже, реально несколько лет серьезной работы, напряженной такой. А выхлоп, он достаточно неочевиден и проблематичен, потому что вполне может так случиться, что профессиональные круги скажут «Ах!» и все. Вот. И есть другие способы привлечь к себе внимание, там, какое-то поведение определенное, одежда, там, вызывающие, какие-то скандалы можно устроить, можно еще, ну, там есть целый ряд моментов таких. Тут, кстати, можно немножко в ряду этого сказать, почему вообще вот в классической музыке, я еще застал, был канон, такая одежда строгая, такой вот четкий костюм, как правило, черный чаще всего. Это именно для того, чтобы вот мы сидим, слушатели в зале, вот выходит человек, и надо, чтобы все внимание было только на то, что он делает как музыкант, то, что он нам показывает в качестве музыканта, те эстетические категории, а все эти его какие-то там определенные, там, как он одет, как он там ведет себя, или он там трясется как-то, или там вверх заглядывает, ну, это все не должно нас отвлекать. Но дело в том, что вот этот путь, он крайне сложен. И всегда находятся люди, которые хотят его обойти вот за счет таких фриковых каких-то вещей. И если публика недостаточно зрелая, и она это принимает, то музыкант, он будет это делать рано или поздно это случится. Вот, в принципе, то же самое происходит и в изготовлении гитары, на самом деле. Мастер может, например, работать очень долго над тем, чтобы звук был ровный, предположим, чтобы первая, вторая, третья струна, там, переходы все эти были там, цельные, чтобы разительно не менялся звук, чтобы разительно не менялся характер звука, чтобы вот такой монолит был при переходе из позиции в позицию, чтобы в верхних позициях все звучало качественно и полноценно. Это не есть такая работа, как вот раз, и получилось. Это много лет этим занимаешься, идешь вот по чуть-чуть какими-то микрошажками от инструмента к инструменту, но дело в том, что окружающие этого могут и не видеть, для них это может не быть приоритетом, а потом, ну, это не так сильно бросается в глаза, это надо слышать, обращать на все это внимание, и всегда существуют какие-то такие способы, ну, например, сделать дырку на обечайке, предположим, ее сразу видно, все сразу обращают внимание, о, новатор, о, это интересно, но я даже не буду сейчас вдаваться, насколько это минус, огромный минус конструкции, потому что этот канон сложился не на пустом месте, я даже немножко с другой точки зрения на это посмотрю, когда топовый музыкант играет на гитаре, он, у него, он слышит на самом деле два момента, первое, то, что из резонаторного отверстия выходит, да, и, как бы, как правило, когда на обечайке там дел, типа, чтобы лучше себя слышать, но дело в том, что второй момент, надо уметь слышать то, как помещение резонирует, как объем помещения срабатывает, и то, как конкретно здесь это звучит, каждое помещение, оно в чем-то уникально, оно отличается, и гитарист, который умеет слышать объем помещения, он делает небольшие корректировки в туше, вот в тактильном звукоизвлечении, это происходит помимо даже сознания, он что-то слышит, что-то там корректирует, и получается, что у него здесь он играет, там у него везде максимально качественный звук, насколько это можно в этом помещении, вот, и естественно ни о каких дырках в обечайке тут речь не идет, потому что, ну и что ты там что-то слышишь, объем помещения гораздо важнее, тут я кстати как иллюстрацию могу привести интересный, я как-то попал на репетицию Евгения Финкельштейна в нашем в малом зале Санкт-Петербургской филармонии, и там был интересный очень момент, Евгений вышел на сцену, никого нет в зале, я сижу где-то там посередине, с интересом слежу за этим, он сел там, поиграл, потом сдвинул стул туда, сдвинул стул сюда, звук в зале довольно заметно, какие-то нюансы менялись, и он каждый раз передвигая, поиграв, он говорил, в какую сторону поменялся звук в зале, то есть, он мне это говорил так, как будто он сидел рядом со мной там, вот, это для меня был хороший урок, как музыкант способен слышать объем зала, и как он способен корректировать какие-то свои действия в связи с этим, так что все вот эти идеи о том, как сделать, чтобы слышать себя, надо слышать прежде всего объем помещения, а не то, что там где-то выходит, вот, еще один момент, такое, как бы, псевдо-новаторство, фричество, часто бывает связанное с количеством струн на гитаре, тут стоит сказать, что вот этот канон, ну, у нас на самом деле есть два канона, они взаимо, как бы, на данный момент их можно считать, наверное, в чем-то равны, равными, это 6-и и 7-и струнные гитары, вот, почему, если мы там пойдем в музей или там какие-то полистаем старые фотографии 19-й век, мы увидим, что там большое количество было больше, ну, гитар с дополнительными там басами, много струн, почему это все ушло в прошлое, тут два момента, первый момент, гитара не имеет демпферов, ну, как вот, на рояле вы нажали клавишу, звучит, подняли руку, там специальный демпфер, он перекрыл струну и все, больше не звучит, а здесь этих демпферов нету, и когда вы играете, у вас все время проблема лишняя, ну, ноты перекрывать, чтобы не было гармонической грязи, чтобы не искажался замысел композитора, потому что всегда в нотах четко обозначено, сколько, какая нота, докуда должна звучать, если струн больше определенного количества, возникает уже нерешаемая проблема с этим, проблема даже возникает в том, что вы берете какую-нибудь струну, скажем, любую, вот, в верхнем регистре, а у вас часть вот этих свободно висящих басов резонируют и создают вам гармоническую грязь, поэтому, на самом деле, вот этот канон, 6 и 7 струн, он сложился не на пустом месте, и второй момент очень важный, да, кстати, да, кто-то скажет лютня, допустим, да, у лютни короткий звук, который, он такой вспыхивающий и очень короткий, он не создает вот этой резонансы и гармонической грязи, а гитара подразумевается, что она должна звучать дольше, ну, долго, это сустейн такой, и, естественно, если мы хотим иметь сустейн, у нас возникает проблема с глушением, ну, то есть, вот, просто четко, и второй момент, который всегда тут возникает, это тот диапазон, который полноценно может воспроизвести корпус гитары, но это где-то приблизительно три с половиной октавы, кстати, скрипка там тоже самое, но вот этот вот корпус с двумя, так сказать, сроченными резонаторами по сути своей, и вот, вот он, да, это его диапазон, если там хотеть больше, допустим, четыре-пять октав, надо что-то менять серьезно в конструкции уже, потому что даже на канон, на каноне вот этом, на этой классике мы все обращаем внимание, что в верхнем регистре часто звук уже не такой полноценный, он там та-та, ну, очень, на средних инструментах почти всегда, и внизу тоже, там тоже не всегда он полнозвучный, самый низ, только на очень хороших инструментах, то есть даже в рамках трех с половиной октав, в рамках этого канона возникают какие-то некоторые проблемы, вот, именно поэтому, кстати, вот семиструнная гитара, казалось бы, лишняя струна, но там надо учесть, между струнами интервал уже гораздо, чем на шести, и в целом у них те же самые у семиструнной гитары где-то три с половиной октавы, как и у шести, то есть диапазон в целом у них практически одинаковый, вот, но, естественно, если вы там взяли гитару с большим количеством струн, это привлекает внимание, это позволяет как-то сразу выделиться, не будучи при этом там, ну, не надо играть уже капричи с Де Гоя, тебя уже заметили, вот, ну, и напоследок этой темы псевдо-новаторство расскажу, как я когда-то много лет назад узнал о гран-гитаре, я прочитал в журнале «Гитарист» описание вот эти, что, кто не забыл, возможно, напомню, там, шесть нейлоновых струн и шесть металлических струн, они спаренные, и типа, вот, вы можете пользоваться этим всем богатством, и, как бы, типа, в описании это звучало очень привлекательно, но я так сел, подумал, думаю, ну, как вот, какие достоинства музыкального инструмента и гитары в частности, первое достоинство это точность контролирования звука, вот, мы играем фразу, там, неважно, аккорд, мы каждую ноту четко контролируем, задавая определенную характер этой фразы, характер гармонии, характер ведения музыкальных событий, и если у нас нет этого возможности, то качество исполнения резко снижается, ну, теперь представим по две струны, по две струны, там, 12 вот этих струн, во-первых, все гудит, во-вторых, контролируется плохо, ну, то есть, вот, даже еще ни разу не увидев эту гитару, я просто сел, так поразмышлял и понял, что это, это псевдо-новаторство на самом деле, ну, тем не менее, на какой-то момент это вспыхнуло, сейчас что-то я их уже давно не видел, наверное, уже все поняли, что это тупик такой. Итак, мы пришли к тому, что появляется что-то новое, передовое, к нему присоединяется часть людей и складывается некий новый канон, в рамках которого он в рамках которого его последователи доводят до возможного совершенства, а дальше, когда этих канонов уже несколько, становится все сложнее и сложнее, потому что если не говорить о фричестве, то сделать реально что-то новое, дающее принципиально иные возможности, в наше время, это фактически сделать новую гитару, потому что напомню, что новаторская гитара, это не та гитара, которую удалось раскрутить, сделать ее популярной, не та гитара, которую там признали куча, пусть даже сколь угодно значимых специалистов формально значимых, а новаторская гитара, это та гитара, которая позволяет пересмотреть, художественно, эстетически пересмотреть часть гитарного репертуара, уже существующую часть гитарного репертуара, и, возможно, позволяет появиться какому-то другому репертуару и развиться. Но вот те, кто хорошо знают историю гитары, могут спроецировать в голове так торос, появившиеся композиторы, появившиеся исполнители, движение, все это, весь 20 век, потом Грег Смоллман, Джон Вильямс, и вот эта ветка, вот, и то есть вот эти несколько канонов, которые сложились и которые позволили сделать гитару, гитарное исполнение да, разнообразным, они на данный момент вот существуют, и мы с интересом ждем, что же будет дальше. Продолжение следует...